ребят всем большой привет не знаю так лучше я вам хотела снять такое коротенькое видео как мы съездили сегодня на рынок в каблешково это будет интересно тем кто хочет недорого закупиться чем-нибудь вещами или продуктами или мужчины какими-то такими средствами механическими там знаете проволоки какие-то медицинские инструменты ножницы москиты различные переходники проводники измерительные приборы и так далее рынок в каблешково находится в 10 километрах от солнечного берега то есть от нас рядом поэтому в принципе об этом узнали и поехали проводится он каждый четверг с 8 утра по моему и до пяти часов дня и как нам сказали продавцы все зависит от погоды и от народа если народа мало если продажа не идет то они могут закрыться и в 4 часа если людей много и там нет дождя и активно идет торговля то они могут продлить свое время и до 6 до 7 даже часов вечера поэтому если поедете утром или в обед то вы не прогадаете купите все что вам надо вот на сегодня погода была хорошая как обычно даже в последнее время жаркая народу было сегодня совсем немного мы не толкались абсолютно мы посмотрели все что вы хотели мы померили что мы хотели но девчонки что и мальчишки что он должна сказать ищет по поводу померили все что хотели там нет примерочных там вы будете мерить вещи за шкафчиками какими-то за вешалочками за одеждой за какими-то картон очками которыми вас могут прикрыть и небольшое зеркало то есть зеркало вот такое знаете как магазинах в пол вы там вряд ли найдете будет небольшой зеркальца так что берите с собой зеркала заднего вида то есть ну как мы говорит да наши маленькие вот такие вот какие нибудь из-под пудреницы до пудрёнки помните раньше говорили зеркало как я говорю заднего вида чтобы можно было на себя посмотреть во всей красе а потому что у продавцов вряд найдется тоже и тогда я была сегодня в купальнике потому что потом мы поехали на пляж и мне было удобно мерить в принципе без всяких проблем значит по поводу примерочных сказала и знаете этот рынок мне напомнил рынке которые были у нас в россии в 90-х годах может быть и в украине были тоже я не знаю белоруссии наверное были куда там время то было в общем-то и жили примерно одинаково это такие знаете вещевые рынки помните были у нас было в лужниках там в измайлово ну еще черкизова да и так далее много где и вот этот вот мне напомнил весь сербор вот эти вот рынки наши 90-х какие-то картонки на которых там затем надписи там 5 лев 6 лев там что-то еще там обувка детская дрейхи то бишь платья да ну вообще так интересно да кстати помимо вещей вы можете найти и помимо вот таких мужских каких-то до интересных разных там крючков и металлических там я не знаю различных принадлежностей вы еще можете найти все для хозяйства такое знаете кухонно хозяйственно бытовую утварь или там необходимые вам вещи сушки тазики посуду лейки то есть какие-то тарелки одноразовую посуду ну все 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 что вам нужно именно вот как будто вы зашли в хозяйственный магазин это тоже удобно все в одном месте и подешевле вешалки там то бежда если вам нужно в шкаф вешалки не достает например лампочки ну все после того как мы обошли вот это вот все ряды с вещами из хозяйственной частью мы закончили все дело в продуктах то есть там не продукты а фрукты фрукты и овощи мы купили ну не так чтобы много так да немножечко фруктов и было знать что приятно отметить что нам продавцы в нагрузку вот то что мы купили там персики мы купили арбуз помидоры что-то еще за яблоки и нам за все это подарили лимон дали так нагрузочку сказать да чтоб нам было приятно чтобы мы следующий раз снова пришли к этим же продавцам несколько огурцов подарили и лимон поэтому было приятно и даже спросили может быть вы перец хотите там вместо огурцов я говорю нет мы огурцы хотим так что вот так вот отношение самое приятное было сегодня у болгар мы не встретили нигде как иногда бывает грубости или там ну чего-то до такого неадекватного не все кстати говоря продавцы в магазинах вот у нас на солнечном берегу могут поздороваться с вами ты заходишь здрасте а тебе вот поэтому знаете это зависит даже наверно не от национальности от культуры вот так что хотя политика конечно все равно играет свою роль но сейчас не об этом час не об этом так что ребят мы съездили достаточно удачно на рынок в коблежково чего и вам желаем что мы купили и до цены я вам покажу в видео в следующем сюжете в этом же видео но в следующем сюжете что забыла рассказать я вам напишу в информации под видео до в инфобоксе и знаете что хотел еще вам отметить да например цены коротко по ценам там можно купить например женскую футболочку от вот женскую и мужскую от пяти лев где-то идут цены дешевле мы не видели то есть от пяти лев за женскую футболочку очень симпатичную я купила по моему две футболки за 5 лев нет себе купила одну за пять и голюсик себе купил тоже одну за пять потом у меня была футболочка за 10 лев а у нее была кофточка за 18 лев это дороговато еще ребята вспомнила торгуйтесь то есть принципе это рынок рынок он всегда рынок да где бы он не был когда бы он не был торгуйтесь один лев два лево да особенно если вы берете не одну вещь то а несколько вещей вот как мы сегодня брали брали мне мужу брали маме брали детям поэтому мы конечно пытались торговаться у меня это не сильно получается но мужа получается хорошо поэтому чем что-то там вы торговали и было приятно значит за шесть лев вы можете купить мужские майки тоже и 68 лет вот такую разбегу 568 это мужские майки просто цена зависит как обычно от качества и от там какой-то вот интересный там до надписи на груди или что-то такое джек дэниелс или ну что такое крутое да и прочее поэтому где то есть опять где-то за 6 за 8 ну и выше вы увидите две футболки которые я приобрела мужу они были в 2 по 12 лево каждая футболка но там классное качество узнать вот класснейший ребят тонкая и цвет очень хороший и отделка главное ожидающий что хорошо отделка чтобы было да не там нитки везде где-то висят не пойми где на изделии там все отстрочено отделано классно мне понравилось она же стала торговаться просто взяла 2 на 24 лева отдала и была рада знала что мужу понравится вот так потом то есть торгуйтесь мой вам совет дальше дальше детишкам в мелочь всякая да тоже найдете всякие знаете браслеты резиновые такие на руку знать как в отелях дают когда вы приезжаете да на там все включено или что-то везде в турции в египте в болгарии вот все ходят у нас с браслетами и там браслеты но на такой знаете различную не модную тематику по моему своим я купила браслеты полево стоят такие детские на руку разноцветные они сейчас гуляют нет у меня с тобой показать там они с названием футбольного клуба по моему реал мадрид что-то там такое барселона что-то еще вот они себе выбрали я им купила кепку я не показала в видео не будет кепки в сюжете купили сыну кепку по моему реал мадрид такая знаете такая классная кепка для парня и стоила вот эта кепка и главное тонкая и очень легкая белая тонкая легкая на лето вот так стоила она 10 левов да то есть 5 это по другому 5 лет с этим пожалуй все все что я хотела вам сказать еще раз рынок по четвергам с 8 утра до примерно пяти вечера рынок в поселке каблешково что в 10 примерно километрах от курорта солнечный берег да но девочки и мальчики там есть и высокие цены то есть вы не думаете что там все от 5 вот 5 там до 7 8 10 и и все нет там есть вещи которые вы встретите в любом магазине на солнечном берегу в любой вот этой лавке в любом торговом ларьке женский например женский сарафан вот у меня вот такой вот сарафан да например же ну просто я вам говорю обычный женский сарафан да нам белого цвета например или там белый с розы или что там еще он здесь на солнечный берегу может идти вот от 25 лево то есть 25 35 40 45 и поехали наверх значит блузка какая-нибудь такая самая тоже простая блузка ну симпатичная но ничего особенного где-то тоже вот так минимум тридцатка евро лево 3 от 25 тогда может быть на торгуете а так 28 30 35 40 то есть вот так вот двадцать восемь тридцать пять двадцать восемь сорок там были цены ну примерно тоже также 18 20 25 тратата 35 по моему дишь дороже по моему чем 35 это уже шли такие кардиганы более такие сарафаны более плотные более там какие-то такие может быть или красе очень такие красивые навороченные девчонки это все можно купить на солнечном берегу а на сегодня это все ребят в следующем сюжете я просто покажу все что мы купили не знаю буду ли примерять там еще и моих мало поэтому наверное без примерки принципе все рассказала качество классная мне понравилось коблежково я вам желаю если вы поедете туда чтобы вы тоже приятные покупки себе сделали были довольны пока все пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Она на пуговках с карманчиком, 100% тоже хлопок, сделана она в Болгарии, это болгарское производство. И стоит она 18 лев, очень хорошая, нам понравилась. Следующая вот такая ярко-зеленая кофточка, футболочка с таким рисунком, с коротким рукавчиком. На спинке она немножечко другая, она просто зеленая на спинке. Стоит она, сколько она стоит, Галюска, я забыла, 5 левов, да, 5 левов, вот такая симпатичная. Мужская футболка, произведена в Болгарии, это размер XXL, очень хорошего качества, смотрите, у нее такой воротничок прошитый, тоже на пуговках. Здесь какая-то даже надпись есть, не знаю, может быть фирма какая-то, написано с 1989 года. Вот таких футболочек мы взяли две, вот это мы вам показываем, это такой немного серо-коралловый тон. И вторая футболка, она в бело-сером тоне, точно такая же, такой же размер. И знаете, она, вот знаете, какой воротничок, как хорошо сделан качество, просто, ну, мне очень понравилось, великолепное. Стоят эти футболки 12 левов каждая, вот, так что мы посчитали, что такие футболки летние должны быть в нашем гардеробе. Это мужу мы купили. Так, пошли детские покупки, значит, вот такие вот мы купили спортивные штанишки племяннику, плотные, хорошие штанишки стоят 12 лев. Так, еще одна покупка племяннику, вот такие вот кроссовки, боком, давай покажем. Вот так они выглядят, ага, боком, очень тоже симпатичные. Обошлись эти кроссовочки, они здесь, ну, может быть, это не кожа, а там какой-то заменитель, в принципе, текстиль, да, здесь текстиль и драматин. Стоят они, ребят, 18 лев, то есть 9 евро, и для того, чтобы их разбить в футбол, это просто милое дело, нам очень понравились. Последнее почти что покупка, это вот такие сланцы женские, стоят они 3 лева. Они такие симпатичные, вот здесь перепоночка веревочкой, и вот так вот они сделаны, ребят, за 3 лева, просто великолепно. На этот сезон хватит и очень хорошо.